Всем холо! Решил наконец-таки записать гайдик на мои аддоны, потому что на стримах много ребят задают вопрос, что у тебя стоит за аддон, что у тебя за оформление и так далее. ЛВА это в принципе в целом идет оформление всего вашего интерфейса, можете переместить все что угодно, включая как бы чаты, рейды, вот эти фреймы, мини-карту и так далее, бафы, дебафы и так далее. Все это делается просто, нажимаете Escape, нажимаете L.O.I., нажимаете показать фиксаторы и после этого выбираете, что вы хотите изменить. Допустим, в нашем случае мы хотим изменить это именно игрок, то есть фреймы игрока. Далее тут мы можем добавить опять же оформление в 3D, опять же можем изменить размеры, больше, меньше и так далее. Или можете вообще в целом не заморачиваться, если вам нравится мой интерфейс, ссылочка будет в описании на пак моих аддонов, можете скачать, там будет и профиль ЛВА, что вам нужно сделать, чтобы его добавить к себе. Заходите в профили, нажимаете импорт и также будет в паке аддонов текстовый документ L.O.I. Открываете сюда, вставляете, нажимаете импорт, у вас будет такой в принципе интерфейс. Главное, мы переходим к аддону Викаура, на мой взгляд, аддон Викаура это, наверное, необходимый для комфортной полноценной игры World of Warcraft. Что она вам дает, точнее, что дает вам этот аддон? Вы можете настроить самые необходимые заклинания на вашем экране, чтобы, допустим, не было лишних, как в моем случае, я вот через бартендер вот эти вот сделал заклинания, да, они у меня в принципе... Их можно вообще убрать и просто, ну, так сделано, мне сейчас так удобно. Вот, ну, а что касается Викауры, вы можете настроить все вручную, абсолютно новая индикация, настраивает проки, как вот в моем случае, да, допустим, посмотреть, вот это идут проки от аксессуаров, да, а вот и каких-то чарок и так далее. Я это вижу, я это отслеживаю, никакие там не толмивены, сложного ничего на самом деле нет. Но если вы играете в Арканмагии, можете взять, опять же, скопировать именно мой профиль Викаура по ссылке в описании, в паке аддонов и скачать и пользоваться. Вот, но если есть какие-то либо вопросы по Вик Аурос, можете написать, также в комментарии расскажу, подскажу, что нужно делать. Следующий аддон хотелось бы выделить, это аукционатор, я считаю, это необходимый аддон, если вы не знаете, что стоит там, опять же, сколько это стоит или сколько это стоит, что вам даст аукционатор. То есть, без этого аддона у вас будет купить, латы и продать. Но как только вы его скачаете и установите, у вас появится еще несколько вкладок. И нас интересует, как минимум, вот эта вкладочка. То есть, вы можете просто-напросто одним движением, вы нажимаете, у вас выбирается наименьшая именно цена, и нажимаете просто-напросто выставить. И помимо этого, желательно рекомендую, то есть, когда вы заходите в игру, то вам нажать вот этот вот пунктик, пунктик аукционатор, нажать полное сканирование. Что это делает? Оно сканирует всю базу аукциона, и когда вы, грубо говоря, убили какого-нибудь моба, и что-то достали, вы не знаете, сколько это стоит. Это можно сплавить или вендору, или же оставить и выставить на аукцион. Вон. Следующим аддоном хотелось бы, конечно, выделить ДБМ, что он вам делает. То есть, вы идете, допустим, в какие-то подземелья или рейды и так далее, вы не знаете, что нужно делать. И вот такой, как бы, помощник, как ДБМ, вам расскажет и подскажет, что вам нужно сделать. Есть много, опять же, всяких подсказочек, то, что вот такие вот индикаторы предупреждения имеются, то, что вам, как бы, подскажут, что нужно сделать, отойти, или же, наоборот, зайти в ту или иную метку. То есть, у вас можете вручную это все взять и перетащить, также включает в себя радар в определенных, как бы, подземельях. Это будет очень удобно, когда нужно набрать определенную дистанцию, чтобы вы не получали урон или же что-то иное. Вы это все будете видеть, можете это все ввести вручную. Допустим, вам нужно рейндж, там, не знаю, там, 15. Вы вводите просто слэш, нажимаете рейндж и биваете цифру 15. У вас будет теперь отображаться вот такая вот. После этого можете вбить, там, хоть 10 и так далее. Но, и помимо этого, вы можете переставить эти все иконки, куда вам удобно. Хотите вот сюда переставьте, хотите вот сюда вы переставьте. Также есть здесь голосовые, именно, события, да, вам могут оповещать, опять же, при вступлении в бой, или вам нужно отойти с того или иного места, допустим, вот, как можем посмотреть. Вот такие вот забавные имена есть, звуковые, можете тут их выбрать несколько. В паке моих аддонов это все имеется. Это уже включено именно в пак, это, так сказать, библиотечки. Следующий аддон это у нас Atlas Lut. Называет Atlas, называет Atlas Lut, в принципе, это без разницы. Он также есть в списке моих аддонов. То есть, что он у вас, как бы, берет, показывает. То есть, вы можете посмотреть, где это находится. То есть, опять же, вы, допустим, видите то, что собирают кару. В простонародье это ткаражан. То есть, вы можете посмотреть, где вообще находится вход. То есть, вы можете посмотреть, это в перевале Мертвого Ветра. Опять же, куда вам что-то нужно лететь, где тут вход и так далее. Это также очень удобно, если вы не разбираетесь, можете с этим посмотреть и разобраться. То есть, основные именно рейды вот на Сирус, как минимум, X4 на данный момент времени. Ткаражан, Грул Магик. И, в принципе, наверное, все. Если вы не знаете, где это, что, как находится, вы не хотите взять и показаться каким-то полным дубом, стесняйтесь написать в чате, где это находится, вы можете открыть Atlas Loot и, в принципе, посмотреть, где это находится, куда нужно бежать и так далее, в принципе. Следующий аддон, конечно, хотелось бы выделить, это DPS Meter. То есть, как бы без него, в принципе, никуда. Кто-то пользуется рекаунтом, кто-то пользуется детейлсом, но я выбрал, конечно же, детейлс. Объясню, почему. Потому что тут, как минимум, в разы больше именно вариаций настройки. Вы можете даже образа здесь выбрать какой-то псевдоним, допустим, вот какой-то рандомный, и игроки, у которых есть, опять же, DPS Meter, они будут видеть не вашник, а можете выбрать какой угодно. То есть, если вы тут ничего не меняете, у вас будет все по умолчанию. Мимо этого, вы можете себе настроить всякого рода скины. Опять же, допустим, я выбрал WoW-интерфейс. Напомню, что также есть именно в моем паке аддонов по ссылочке в описании. Можете выбрать какой угодно, то есть, как вам удобно. Я сделал себе два окошка. Почему я себе сделал два окошка? Потому что есть текущий сегмент, потому что смотрите именно текущий DPS, а есть общий DPS. То есть, можно также это все выбрать. Это, в принципе, несложно. Можете выбрать, опять же, что хотите. Тут есть, опять же, смотрите, я думаю, как и в рекаунте в том же. Ну, на мой взгляд, в Details'е вариации настроек в разы больше. И, помимо этого, это не все настройки. Вы можете настроить, опять же, знаете, такая вот очень интересная есть штука. И когда вы оповещаете именно в чат, кто сбил каст. Я считаю, это прям очень удобно. Для этого заходим в рейдовые инструменты. Вот ставим галочку включить. И куда будем повещать? Можем просто сказать, можем просто кликнуть. Или рейд группа LFR. То есть, как только вы сбили каст в группе, в рейде или же в LFR, это будут видеть то, что вы сбили, вы такой молодец и так далее, короче. Следующим аддоном, конечно, хотелось бы выделить скраб. Что это за аддон? Смотрите, вы подходите к вендеру, и у вас появляется такая вот кнопочка. То есть, у вас много синих шмоток именно в инвентаре. Они вам особо не нужны. И вы всего лишь одним нажатием берете и отдаете это все вендеру. Удобно, я считаю, очень. Следующий аддон я бы, наверное, выбрал Bartender. Вроде бы, как бы, и казалось бы, что есть же LV, зачем тебе что-то другое? Но я такой немножечко интересный молодой человек, что это все убрал и взял, настроил себе Bartender. Что он себя включает? В принципе, все то же самое, что у вас есть в LV. Но если вы хотите заморочиться так же, как и я, вот это все убрать, скрыть и так далее, я напомню, повторюсь, то, что это можно так же сделать в LV. Вот. Но настройки кнопок также, я считаю, удобнее. Потому что вы, когда настраиваете кнопочки, да, допустим, именно свои заклинания, вот эти вот магические, вот тут появляется после установки аддона, появляется Bartender. И тут отображается панель первая, панель вторая, третья, четвертая и так далее. И вы видите, вам будет это легко настроить. В LV немножко с этим посложнее, на мой взгляд. Поэтому я отключил именно от LV, именно вот эти вот панели заклинаний, установил себе Bartender. Вот. Все так же настраивается. Все удобно, все быстро. Все это отображается на мини-карте. И вы это все, в принципе, видите. Ну, на этом все, ребят. Спасибо большое за внимание. Если я вам как-то помог, как бы, в настройке ваших интерфейсов, в настройке в целом игры, буду рад вашему пальчику вверх, подписочки и колокольчики. Напомню, что стримы у меня ежедневные. Каждый день буду рад вас видеть на трансляции. Если есть какие-то вопросы, заходите, задавайте с большим удовольствием. Отвечу на все ваши вопросы. Ну, а с вами был Артур. Всем добра. Хорошего настроения, позитива. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok